Русский той – порода, относящаяся к группе декоративных собак. Существует гладкошерстная и длинношерстная разновидность тоя. Русский той-терьер – это устаревшее название породы. Порода русского тоя была получена в Москве. В начале 20 века одной из самых популярных декоративных собак в России были английские той-терьеры. Однако после Октябрьской революции их племенное разведение почти не велось. Эта порода была привязана к аристократии и была не одобрена коммунистической партийной идеологией, поэтому поголовье английских той-терьеров в России сократилось до критического уровня. С середины 50-х годов 20 века российские кинологи взяли за создание породы декоративных собак, подобных английскому той-терьеру. В 1958 году от скрещивания двух гладкошерстных родителей был получен первый длинношерстный той-терьер. В 1996 году в Москве был создан национальный клуб породы русский той. В следующем году клубом была организована первая всероссийская выставка той-терьеров. Признание порода русский той получила в 2006 году. Отныне прежние названия пород московский длинношерстный той-терьер и русский гладкошерстный той-терьер были заменены на единое название русский той, включая обе разновидности. На сегодняшний день русский той одна из самых популярных пород собак-компаньонов среди любителей мини-пород. Люди с удовольствием берут их с собой далеко за пределы дома и такие совместные прогулки доставляют огромное удовольствие как хозяевам этих активных бодрых собачек, так и самим той-терьерам, для которых нет более приятного времяпрепровождения, чем общение с любимым хозяином. Но так было не всегда. Изначально их предков, манчестерских терьеров, использовали как крысоловов. Да, именно как крысоловов, поскольку эти собачки обладали уникальным слухом и могли уловить чутким ухом малейший шорох. Поэтому в Англии, которая считается родиной породы, предков наших русских тоев использовали в целях истребления крыс. Устраивались даже своеобразные состязания среди манчестерских терьеров, где эти собаки демонстрировали свои способности. Но вскоре этот вид состязаний был запрещен, и манчестерские прародители стали исполнять другую функцию. Они стали собаками-компаньонами. Особенно ценились миниатюрные собачки, и поэтому кинологи начали выводить современных миниатюрных той-терьеров. Поскольку и той-терьеры неприхотливы в содержании, их наряду с такими породами, как баллонки, шицу или вредки, стали заводить в качестве домашних комнатных собачек. Порода приобрела популярность во всей Европе, а в России был выведен длинношерстный русский той-терьер, который отличается от английского стандарта породы длинной шерстью. На сегодняшний день эти милые собачки частые спутники своих хозяев, а число желающих купить той-терьера растет с каждым днем. Несмотря на свою миниатюрность, той-терьеры очень умные и сообразительные собаки. Энергичные, жизнерадостные тои – настоящие преданные компаньоны. Той-терьер – дружелюбная порода. Благодаря своей коммуникабельности легко находит общий язык со всеми членами семьи и даже с другими домашними животными. Если вы живете в небольшой городской квартире и не имеете возможности завести крупную собаку, то той-терьер – это ваш вариант. Собака этой породы также подойдет для семьи с детьми, если только они не совсем маленькие, иначе дети могут случайно травмировать маленького тоя. Русские тои – идеальные городские собаки. Они неприхотливы, просты в уходе и содержании. Компактный размер собаки позволит вам проводить с питомцем больше времени. Процесс дрессировки той-терьера проходит, как правило, легко. Научить собаку основным командам привитие правила поведения и гигиены вполне под силу даже неопытному собаководу. Имейте в виду, что той-терьер – собака, а не игрушка в доме. Он должен пройти воспитательную дрессировку, знать и уметь выполнять базовые команды беспрекословно. Курс общего послушания необходим любой собаке. Твой терьер – не исключение. На этом я заканчиваю выпуск. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Черный Кот. До встречи в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok